Аплодисменты И когда Перед тем, как поехать в город Бонн Это было Сколько? 15 лет назад В 2003 То, что произошло со мной, когда я читал Двухтомник Витя Шнайдера У меня Следующее К тому, что я сказал Двухтомник и Стихи И проза, и публицистика И образ И трагедия Все это Произвело Мощное впечатление А потом были выступления Вместе с Даниилом Граниным в Питере Вместе с Тимуром Шауовым И Аликом Городницким В Москве В ЦДЛ И потом долгое время я возил с собой Стихи Вити Я не привез сегодня специально Чтобы не повторяться Тем более все знают Я придумал какую-то программу себе Скажу Есть две Календарные Функции для меня сегодня Первая Это совсем печальная Это Сегодня 20 дней Как ушел из жизни Юрий Петрович Любимов Нет, не 20 Пятая Пятая Да Ну вот если 9 дней Ну, понятно Ушел Юрий Любимов Юрий Любимов Это Это очень многое Это подаренное нам Чудо Чудо Необъяснимое Поспешно Объясняемое При жизни А теперь Как это бывает С великими поэтами Рухнувшее Настолько Настолько Сильно Что все органы Наших СМИ УСМИ Ренно Или УСМИ Ренно Были Благородны Такого не бывает В нашей Как говорил Любимов Репетирую почти каждый день Одно и то же Вы Вы не принца датского Или ты, Веня, короля Этого гадкого Играете Вы За окно смотрите И сочувствуете Людям Человеку нашей Несчастной С акцентом И прекрасной Тихо Страны Вот Это были такие заветы Сегодня Я пройдусь По По моим Счастливым Программам Для Очень дорогой Мне публики В которой К тому же Есть По крайней мере Три Для меня Необыкновенных Человека Ну и Замечательные Все остальные Значит Пусть будет Шампуром Этого Поэтического Шашлыка Тема Которая Которая Вырывалась В эти дни Прощания с Любимовом Любимов это Любовь Поэзия И Свобода Скажем так Любовь Музыка Слово И Свобода Надеюсь Вы согласны Я пошел Значит Булата Куджава Случилось Мне Неслыханное Я выучил За день стихи Этого у меня Никогда не было Мне очень тяжело Даются стихи Долго Долго Тренируюсь А это выучил Если сейчас Саша Бузе Вы подскажете Это случилось Когда я В Красноярске В большом зале Услышал Услышал Гедона Кремера Я знал Что это Великий Скрипач В этом зале Сидит один Из выдающихся Скрипачей Даже До Мюнхена В Зальцбурге Где он был Скрипач Не первой скрипкой А концертмейстером Скрипок В Моцартеоне Великий музыкант И он подтвердит Что Гедон Кремер Это номер Это Следующий Ойстрах Вот Мне повезло Я услышал И когда я видел Как этот человек Берет Пьяно Пьяниссимо Сибириус Это был концерт Сибириус И Миша Плетнев С оркестром Были рядом Я шепотом Сказал Соседке Как умеют Эти руки Эти звуки Извлекать И вот это Сидело во мне А потом я Думаю Это стихотворение Конечно Годится для начала Во-первых Потому что Акуджава А во-вторых Потому что Музыкант играл На скрипке Я в глаза Ему глядел Я не то Чтоб любопытствовал Я по небу Летел Я не то Чтобы от скуки Я надеялся Понять Как умеют Эти руки Эти звуки Извлекать Из какой-то Деревяшки Из каких-то Грубых Жил Из какой-то Там фантазии Которой он Служил А еще А еще Ведь надо Пальцы Знать К чему Прижать Когда Чтоб Во тьме Не затерялась Гордых Звуков Череда А еще Ведь надо В сердце К нам Проникнуть И зажечь А чего С ним Церемониться Чего Его Беречь Счастлив Дом Где Пень И скрипки Наставляет Нас На путь И вселяет В нас Надежды Остальное Как-нибудь Счастлив Инструмент Прижатый К угловатому Плечу По чьему Благословению Я по небу Лечу Счастлив Он Чей век Недолог Пальцы Злы Смычок Остер Музыкант Соорудивший Из души Моей Костер А душа Уж это Точно Ежели Обожжена Справедливее Милосерднее И праведнее Она Музыкант Играл на скрипке Я в глаза Ему глядел И не то Чтоб Любопытство Я по небу Летел Владимир Маяковский Скрипка Издергалась Упрашивая И вдруг Разребелась Так по-детски Что барабан Не выдержал Хорошо 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 А сам устал Не дослушал Скрипкины Речи Шмыгнул На горящий Кузнецкий И ушел Оркестр Чужо Смотрел Как Выплакивалась Скрипка Без слов Без такта И только Где-то Глупая Тарелка Вылязгивала Что это Как это Когда геликон Меднорожий Потный Крикнул Дура Плакся Вытри Я встал Шатаясь Полез через ноты Сгибающиеся Под ужасом Пепитры Зачем Ты Крикнул Боже Бросился На деревянную Шею Знаете Что скрипка Вы ужасно Похожи Я вот тоже Ору А доказать Ничего не умею Музыканты Смеются Влип Как Пришел К деревянной Невесте Голова А мне Наплевать Я хороший Знаете Что скрипка Давайте Будем жить Вместе А Маяковский Маяковский Самое Начало Я сразу Смазал Карту Будня Блеснувши Краску Из стакана Я показал На блюде Студня Косые Скулы Океана На чешуе Жестяной Рыбы Прочел Я зова Новых Губ А вы Ноктюрн Сыграть Могли На флейте Водосточных Труб Ничего Не понимаю Какое Название Ничего Не понимаю Вошел К парикмахеру Сказал Спокойный Будьте Добры Причешите Мне Уши Гладкий Парикмахер Сразу Стал Хвойный Лицо Вытянулось Как Угруши Сумасшедший Рыжий Запрыгали Слова Ругань Металась От писка До писка И Долго Хихикала Чья-то Голова Выдергиваясь Из толпы Как Старая Редиска Это Маяковский А Это Столетие Фахтанговской Школы Это Вчерашний День Я Прогулял Столетие Я был в гостях У Ани Белякина Может Вы не знаете Но это Человек Который Никогда Не отвечает На главный вопрос Как ей удается Быть идеалом Нашего времени Так и не отвечает Но это знают Наверное Большинство В зале Подтвердите Аплодиск 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 когда поступил в училище, а потом он стал командиром разведки, ну и прошел войну. А потом он принял обратно и меня, и Сашу Зброеву, которого тоже прогнали за бездарность, как и меня. Потом все это вернулось, дальше началось счастье, освоение справедливости Бориса Леонидовича Пастернака, с кем протекли его борения, с самим собой, с самим собой. Ребенок не сумеет с собой справиться без вашей помощи. Я поступил, когда прочитал вот это стихотворение. Маяковский. В 140 сонт закат пылал, в июль катилось лето, была жара, жара плыла. Можно я сниму? На даче было это. Пригорок Пушкина горбил Акуловой горою, А низ горы деревней был, кривился крышка рою. А за деревнею дыра, и в ту дыру, наверное, спускалось солнце каждый раз, медленно и верно. А завтра снова мир залить вставало солнце, ало, и день за днем ужасно злить меня вот это стало. И так однажды, разозляясь, что в страхе все поблекло, в упор я крикнул солнцу, слазь! Довольно шлятся в пекло, я крикнул солнцу, дармоед! Занежен в облакаты, а тут, не знаю, ни зим, ни лет, сиди и рисуют плакаты. Я крикнул солнцу, погоди, послушай, златолоба! Чем так без дела заходить, ко мне на чай зашло бы, что я наделал, я погиб! Ко мне по доброй воле, само, раскинув луч, шаги, шагает солнце в поле. Хочу испуг не показать, и ретируюсь задом, уже в саду его глаза, уже проходят садом. Окошки в двери, в щель, войдя, валилось солнце масса! Ввалилось, дух переведя, заговорило басом, гоню обратные огни, впервые из сотворения. Ты звал меня? Чаи гони, гони, поэн, варенье. Слезая с глаз у самого, жара с ума сводила, но я ему на самовар, ну что ж, садись, светило. Черт дернул дерзости мои, орать ему, сконфужен! Я сел на уголок скамьи, боюсь, не вышло б хуже. Но странное, и солнце, ясь, струилось, и степенность, забыв, сижу, разговариваясь, светило постепенно. Про то, про это говорю, что дезаело роста, а солнце, ладно, не горюй, смотри на вещи просто. А мне, ты думаешь, светить легко? Пойди попробуй. А вот идешь, взялось идти, идешь и светишь в оба. Болтали так до темноты, до бывшей ночи, то есть, какая тьма уж тут. На ты мы с ним совсем освоюсь, и скоро дружба не тоя, бью по плечу его я, а солнце тоже. Боже ты, да я, нас, товарищ, двое, пойдем, поэт, взорим, вспоем у мира в сером хламе. А вот и солнце леет свое, а ты свое стихали. Стена теней, ночей тюрьма под солнц двустволкой пала. Стихов и светок у тюрьма сияй во что попало. Устанет то, и хочет ночь прилечь, тупая сонница. Тут я вовсю святаю мочь. И снова день трезвонница. Светить всегда, светить везде, до дней последних тонца. Светить великоих хвостей, вот лозунг мой и солнце. Александр Блок. А что это было? А, это к столетию. Но все равно я держусь того же курса. Музыка, слово, любовь и свобода. Блок. Ты помнишь, в нашей бухте сонной Спала зеленая вода, Когда к эльваторной колонной Вошли военные суда Четыре серых и вопросы. Нас волновали битый час, И загорелые матросы Ходили важно мимо нас. Мир стал заманчивее и шире. И вдруг суда уплыли прочь. Нам было видно, все четыре зарылись в океан и в ночь. И вновь обычным стало море. Маяк уныло замигал, Когда на низком семафоре Последний отдали сигнал. Как мало в этой жизни надо Нам, детям, и тебе, и мне. Ведь сердце радоваться радо И самой малой новизне Случайно на ноже карманном Найди пылинку дальних стран И мир опять предстанет Странным, закутанным в цветной туман. А это про любовь Николай Гумилев Но очевидно, это о несчастной любви В отличие от моей и большинства в этом зале Называется Индюк Наутре памяти неверной Я вспоминаю пестрый луг Где царствовал высокомерный Мной обожаемый Индюк Была в нем злоба и свобода Был клюв его, как пламя ал И за мои четыре года Меня он остро презирал Ни шоколад, ни карамели Ни ананасная вода Меня утешить не умели В сознании моего стыда И вновь пришла беда большая И стыд и горе детских лет Ты, обожаемая, злая Мне гордо отвечаешь Нет Но все проходит в жизни зыбкой Пройдет любовь Пройдет тоска И вспомню я тебя С улыбкой Как вспоминаю Индюка Игорь Северянин Ну тут надо Пару слов К столетию Воктанговского Значит это был спектакль Послушайте И те у кого моя книжка Золотой век таганки Прочитает про очень памятный Важный спектакль Послушайте Один из первых поэтических любимых Был все-таки открыватель жанра Зримую песню Товстоногов придумал После антимиров Первый это антимиры И именно В Ленинграде взорвался Этот Этот Ну Этот успех Театр на таганке Не в Москве В Питере Поэтому В этом Зале Есть мой любимый артист А он из Питера Так что вот Я москвич Мой любимый город Санкт-Петербург Это не мешает Любви к родному К родной деревне Ну вот Питеру обязан Между прочим И современник Первым успехом И таганка Мы ходили Гордыми По городу Нас Абсолютно Никому неизвестных Артистов Нас Володей Высоцким У которых была Главная сольная часть В антимирах Узнавали на улицах Это было начало Будущей невероятной Жизни У Владимира Семеновича Вот Антимиры Вознесенского Это Начало А потом Были павшие и живые О погибших поэтах А потом Послушайте Спектакль о Маяковском Мне дважды повезло Я был один из Маяковских Вместе с Хмельницким Вместе с Золотухиным Высоцким Насоновым И Я был автором сценария Вот Любимов Эксплуатировал Все Способности Своих У своих Учеников Да Потом Давид Боровский Гений Театра Мирового И таганки Сказал Любимов Это гений Коллективного труда Золотой век таганки Это когда Любимов Имел Рядом с собой Соавторов Высоцкого Филатова Шаповалова Даховичного А я говорю О послушайте И вот в этом послушайте Раз я Написал эту композицию Любимов Меня назначил Или велел мне Быть Смотрителем Стихотворных Произнесений Значит я Отвечал за то Чтобы правильно читали Маяковского Извините Это не хвастовство Как мог Я помогал Вот Особенно молодому Артисту Который должен был Исполнять роль Северянина Я ему должен был Показать Что такое Декаданс Что такое Правильная Деградация Поэтов Этого Презренного Племени Вот Это было время Когда Половина Гений Серебряного века Были В общем-то Запрещены И вот Игорь Северянин Я научил Этого Замечательного Поэта Этого Актера Его звали Саша Калягин Вактанг Я его научил Деградировать В общем До сих пор Он это делает А я читаю Вот это стихотворение Которое Сашка читал Слева А Значит Так называемая Массовка Мещане Приветствовали Обожая А мы Стоящие В пятером На кубиках Весь спектакль Был из кубиков Русской азбуки И потом Высоцкий Награждал Этого Мерзкого Дегадента Словами Из облаков Что она Как вы смеете Называться поэтом И серенький Чирикать Как перепел Сегодня надо Костетом Кроиться миру В черепе И уходил Гневный Высоцкий Покурить А мы продолжали Значит А Саша Калягин Замечательно это играл Потом эту же роль Замечательно играл Доховичный Ванечка Вот А я прочитаю Еще лучше Чем они Сейчас я вам скажу Все реально Кружевеет Розовеет Утром лес Паучок По паутинке Вверх полез Бриллиантица Веселая роса Что за воздух Что за свет Что за краса Хорошо гулять Утрами По овсу Видеть птичку Лягушонка И осу Слушать сонного Горла на петуха Обменяться С дальним эхом Ха Ах 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 Северяне Любимец Вертинского Поэтому это музыка Бриллиантички По ухабам Скорей бы в юные луга Смотреть в глаза Румяным бабам Как друга Целовать врага Шумите Вешние Дубравы Расти трава Цвети сирень Виновных нет Все люди правы В такой благословенный день Это надо быть очень пластичным Чтобы оттуда так красиво переселиться Я завершу цитату из Блистательного Игоря Васильевича Лотарева Северянина Объяснением В нелюбви Как к критикам Не родился еще Хороший поэт Или режиссер Или актер Который уважал бы племя критиков То есть Когда они нас хвалят Это еще ладно Мы тоже неумело это делаем Северянин Я соловей На что мне критик Со всей небожностью своей Ищи Свинья У слад В корыте А не в руладах Из ветвей Я соловей И кроме песен Нет пользы От меня иной Я так Бессмысленно чудесен Что смысл склонился При том Юля Вы здесь? Да А Майя Любимый Майей Туровской У нас много общих Вот я так Замахиваюсь на такое Высокое Родство Общих кумиров Дома У Майи Когда-то У Майи Туровской Великого театрального писателя Скромно скажу Я впервые услышал Несколько стихотворений Висбера Хотя уже дружил с ним Но именно в этом доме Всегда Был наполнен воздух Прекрасными Стихами И песнями Бардов Всех, кого вы любите Все были там И рядом с этим Ну Все лучшие спектакли Любимого и Таганки Это Ну Три-четыре Человека Настоящих Театральных Мыслителей И в том числе Борис Зингерман Вадим Гаевский Инна Соловьева Майя Туровская Наталья Крымова Немного А это я прочитаю Нашего общелюбимого Поэта С которым Мне посчастливилось Ну Даже Можно сказать Дружить Так его была воля Это Фронтовик Поэт Это Александр Межеров Я прочитаю Несколько стихотворений Александра Петровича Ну скажем так Война Межерова И мир Межерова Война Эпиграф Сороковые Роковые Давида Самуэлова Летних сумерек Из тома У рояля На крыле На квартире Замнаркома Вечеринка В полугле Руки Слабы Плечи Узкий Времени Неслышный Гон И девятиклассниц Блузки Пахнущие Утюгом Пограничная Эпоха Шаг От мира До войны На отличные Наплохо Все экзамены Зданы Замнаркома Нету дома Нету дома Как всегда Слишком поздно Для субботы Не вернулся Он с работы Не вернется Никогда Вечеринка Молодая Времени Бесшумный Лед С временем Не совпадая Ля-ля Черная Поет И цыганский Тот Анапест Дышит В душе Горячо Окна Звонкие Крест-накрест Не заклеены Еще И опять Над радиолой К потолку Наискосок Подымается Веселый Упоительный Вальсок И под вальс Веселой Вены Шаг Не замедляя Свой Парами Перед военный Роковой Сороковой Владимир Высоцкий А Все-таки Раз я назвал уже Висбора И Межерова Был случай Когда Александр Петрович Межеров Ну Благодаря Доброму Ко мне Отношению Прервал Привычку Интровертного Одиночества Так Неуклюже Будет сказано Это было два раза Один раз Я Объяснил ему Что его очень любит Мой любимый артист Сергей Юрский И была встреча наша С Наташей Сережей И с Александром Петровичем А второй раз Юрий Висбор Вот это была радость Тем более Что я очень любил Вот это стихотворение Висбора То есть его песню Ну О ней в конце А пока Источник Цитаты У Висбора Ежеров Какая музыка была Какая музыка играла Когда и души и тела Война проклятая попрала Какая музыка во всем Всем и для всех Не по ранжиру А силен Выстоим Спасем Ах Не до жиру Быть бы живу Солдатам Головы Кружа Трехрядка Под накатом Брёвен Была нужней Для блиндажа Чем для Германии Бетховен И через всю страну Струна Натянутая Трепетала Когда проклятая Война И души и тела Топтала Стенали яростно На взрыт Одной единой Страсти ради На полустанке Инвалид И Шостакович В Ленинграде А теперь Ну кое-кто в зале Я знаю Слышали это Вот Но все-таки Мы договорились Что я это еще раз Прочитаю Это письмо Золотухина И Высоцкого И прочитаю Чтобы В этом Замечательно Чувствительном Или в зале Чувствительных Своих людей Услышен был бы Этот Давний Таганский Лепет Это Легкомысленное Словоговорение Это Пародирование Друг друга И не знаю И опять же Легкомыслие А история История такая В шестьдесят восьмом Году Когда танки Без спросу Проехались По Это не нынешние Это те танки Проехались По Праге На что Как Вы знаете Потрясающе Отозвался Евгений Евтушенко Ну и Без стихов Все Нормальные люди Театр Закрывали Театр На Даганке Понимая Что это В данном случае Театр Если не диссидент То Антисоветчик И Все равно Заступились люди Когда Нельзя оптом Называть там ЦК партии Все идиоты Или мерзавцы Или бандиты Было очень много Нормальных И порядочных Людей Которые Справились С этой странной Задачей Защитить Андрея Тарковского Когда выходил Андрей Рублев Анатолия Эфроса Георгия Товстоногова Олега Ефремова И Таганку Очень много раз Спасали Разные люди В том числе Великие ученые И В данном случае Кто-то из руководства Страны Театр сохранился И мы разъехались В отпуск Здесь в этом письме В шутку Говорятся разные вещи И Высоцким И Золотухин И в том числе О том что Слава Богу Все позади И мы будем продолжать Играть в наши игры Вот И в том числе О том что Меня ждало Наказание Уникальное наказание Ни в одной стране Так не наказывать Меня за то что я был Близок К любимому И в качестве Соавтора Послушайте И как актер Как вот Вся наша команда Меня вызвали В военкомат И Должны были Упечь Я был младший Лейтенант Запасы И я говорил Что мне это Совсем не нужно Но меня наказали Где-нибудь еще Наказывают тем Что люди служат В армии Ну во всяком случае Вот у нас так И потом Это отошло Я сказал вообще Этому военкому Я говорю Как вы можете У меня месяц назад Точка родилась Он говорит Прекрасно У нас в казармах Чудесные врачи С уважением Выслушали Ну хорошо И вторая Легкая шутка Это когда Высоцкий Очень простенько Называет Две Сочиненные там В Красноярском крае На съемках Фильма Хозяин тайги Откуда пришло Это письмо Ко мне под Москву Две Ну Блестящие песни Охота на волков И протопиты мне Баньку по белому Он много написал Во время съемок Но эти две Конечно Это шедевр В общем так Сибирь Пишет Москве Здравствуй Однако Венька Мы тут думали Думали Решили Надо Веньке написать Все как есть Без икивоков И без Непечатанные слова Будут Высвист Все мы в хате Построены на месте Сгоревшие тоже хаты Есть у нас Раскладушки Стол И бардак Устроенный Золотухиным Как истый Деревенский житель Он живет себе И в ус не дует И поплевывает На грязь Неудобства Навоз И свинцовый Литературный Литературный талант Зачахнет Зачахнет У нас У нас У нас Утонул Один шофер Деревенский Еще один Утонул Раньше того Который утонул Сейчас Прости за информацию Далее Снимают Медленно и неохотно Меня совсем медленно Золотухин Несколько Скорее Но все равно Настроение у нас Портится На душе Скребут кошки Я написал Две хреновых Песни Обе при помощи Золотухина У него иногда Бывают проблески Здравого смысла И я эти редкие моменты Удачно использую Поездка наша Называется Пропало лето Хотел я что-нибудь Скаламбурить Но юмора нет И неизвестно Пообщаюсь с тобой Напитаюсь Передаюсь Тело Золотухину Золотухину Здравствуй Дорогой Друг семьи Моя Венька Извини, что Так долго не писал Абсолютно Нету времени Даже относительного Меня очень мучит Половой вопрос Никакого Самоудовлетворения Звинья Про который Написал Высоцкий Отказала мне В дружбе Узнав меня ближе Венька Я тебя прошу Напиши на нее Злую эпиграмму И пришли нам Телеграмму Здесь очень красиво Пихта Сосна Лиственница Кедр Ёлки Я хотел бы Жить и умереть В Сибири Если б не было Такой земли Москва Да может помирать Не собираемся Не повидав тебя Еще разок Как там В Чехословакии Что там Войнович Мы жили Рядом С соседями На даче С Владимиром Николаевичем Высоцкий Интересуется событиями Во Франции И в Китае Дорогой Венька Жить с этим Людоедом Высоцким Одно мучение Не дает пить Не дает спать Пишет всего Но почему не днем Жду встречи Жду встречи с Можаевым Будет кровь Моя на его руках А также Высоцкий Рвет трубку Высоцкий Венечка Бумаги Больше нет Вся пошла в дело Поэтому Мы тебя обнимаем Целуем Ждем ответа Как соловей Лето Как твои детки Опиши нам Мы чахнем Тут и сохнем Тут без удобства Информации Привет всей Твоей семье Не забывай И другим не давай Золотухин Высоцкий АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да Вот Поскольку меня задел вопрос Что армия без меня обойдется То я решил сегодня прочитать Когда-то сильно запрещенное Стихотворение Высоцкого А теперь кто нам в Мюнхене запретил Запретили все цари Всем царевичам Строго-настрого ходить По Гуревичам К Рабиновичам не смеет Тоже к Шифманам Правда Шифманы нужны Лишь для рифмы нам В основном же речь идет За Гуревичей Царский род Ну так и прет К их не девичей Там три дочки Три сестры Три красавицы За царевичей Цари опасаются И горели И Гуревичи всю жизнь Озабочены Хоть живьем в гробы Ложились И за дочинник Не устали бы про них Песню петь бы мы Но назвали всех троих Дочек ведьмами И сожгли всех трех царей И их умеющей И рыдали до зари Все царевичей Не успел растаять дым Костров еще А царевичи пошли Грабиновичем Там три дочки Три сестры Три красавицы И опять Опять цари Опасаются Ну а шифманы Смекнули И жмеринку В мир покинули Махнули В Америку Вообще говоря Я читал И добрым словом Поминал Дивное интервью Взятое Через год После смерти Высоцкого У Иосифа Бродского Это Важно Для этой Замечательной Аудитории Подтверждение Того что Наверное вы знаете Как Треплют Имена Наших кумиров Условно говоря НТВшники Всего мира Вот И слова о том Что Бродский Смотрел С высока На Бардовское Искусство На Куджава На Высоцкого И так далее Все треп И Радостью для меня Повторяю Было вот это Изъяснение Иосифа Александровича В Нью-Йорке На любительскую камеру Снятую Нашим товарищам Это показали Однажды Миша Ефремов И Никита Высоцкий В Доме кино Просто вот Совсем недавно И там Бродский Наверное Кто-то из вас знает Поделился тем Что во-первых Высоцкий Ни на кого Не похож Это открытие Собственной страницы Ни до Ни после Никогда Ни бывших И Ни будущих Страниц А Еще сказал То, что мне особенно Понравилось Иногда Музыка Это было Музыка Не забыть бы Тогда Не простить И не потерять Именно в Питере Ну в Москве Юность Был журнал Замечательный Кроме Нового мира А в Питере Аврора И Так получилось В моей жизни Что мне Получается Что я могу Хвастаться Печально Хвастаться Тем Из-за чего Володя Высоцкий За день До своей смерти Сказал Валерии Плотникову Питерскому Фотографу Автору Всех Моих Пяти Или шести Глав В Авроре Напечатанных Когда Он увидел Красненькую книжку Авроры У Володи И спросил Ну как тебе понравилось То, что мы с Венькой Сделали Что Володя сказал Очень серьезно Приятно о себе Почитать Не на латинском шрифте Это правда Едва ли не единственное В жизни Высоцкого Запрещенного Поэта Написанное Его товарищем О жизни Это В Аврове были Литературные портреты Мой любимый жанр Это были портреты Златухина Демидовой Славиной Табакова Висбора И Высоцкого Помог Напечатать Это Федор Абрамов Классик Русской литературы Взял на себя Два года Я ждал Этой печати Поспорил С Высоцким В гримерной Нашей общей Особенно На Гамлете Когда он Гамлет А я наоборот Клавдиус Значит Я сгоряча Поспорил И уже Должен был Проиграть Вдруг Абрамов Вмешался Книжка вышла И буквально За неделю До ухода Высоцкого На Гамлете Я ему подарил Как всем Моим Выше Названным Вот И В этой Главе В этом Рассказе Шла речь Об одном Дне Жизни Высоцкого Которому Я был Сначала До конца Свидетель Это была Репетиция Спектакля Послушайте Мы как Акробаты Скакали Козлами По этим Кубикам И читали И повторяли Сумасшедшие Репетиции С 10 утра До 3 Каждый день А потом Отдых У меня Дома И Высоцкий Говорит Разбуди Меня Через час Я говорю Так мало У нас есть Время Я сплю Час Сказал И ночью И днем Вот Такие были Открытия У меня Потом Был наш Концерт Где я Читал С Валерой Золотухиным С Толей Васильевым Из Интимиров И с Володей Вроде пел Песни Так как всегда Пел Как в последний Раз Вот после Всего этого Тяжкого Дня Был спектакль Жизнь Галилея И у меня И у Валерия Там небольшие Но очень хорошие Роли А Высоцкий Играл Галилея Три с половиной Часа Как одну Песню Исполнял Страшная Нагрузка После которой Он меня Повез К своим Друзьям Желая Чтобы Ему Сегодня Удалась Вчера Неудавшаяся Песня Это знаменитые Стихи Из Знаменитой Песня Которая Изобличает Высоцкого В его Абсолютной Доброте Он Любил Всех Своих Персонажей Здесь Сидят Люди Чуткие Понимают Было Много Споров Насчет Того Как он Пишет Об алкоголиках О Зверях Все Добрые И вот В этой Песне Особенно Несчастные Лесные Твари Как он Их Описал Я доложу Вам Сейчас Так же Как я В пять ночи Это было закончено В пять утра А в три Часа ночи Когда у него Не получалось Третий вариант Песни Мы находясь У его друзей В доме Значит Его подбадривали Ну получится Он по-моему Хотел уже выбросить Стихи Я прочитал Вот так Как у нас принято Было читать Легкомысленно Я вам прочитаю На краю Края земли Где Солнце Ясное Как бы Вроде Даже Сходит За кордон На горе Стояло Здание Ужасное Издаля Напоминавшее ООН Все сверкает Как зорница Красота Но только вот В этом здании Царица В заточении Живет И Кощей Бессмертный Грубую Животную Это здание Поставил Охранять Тоже ведь оно По-своему Несчастное И кроткое Было то животное Как знать От большой тоски По маме Вечно чудище В слезах Хоть оно С семью главами О шестнадцати Глазах Сам Кощей Он раньше мог Хоть в рукопашную От любви К царице Высох И увял Стал по-своему Несчастным Старикашкою Но а зверь Его к царице Не пускал Ты пропусти меня Чего там Я же от страсти Трепещу Хоть снимай меня С работы Все равно Не пропущу Добрый молодец Иван Решил попасть туда Мол Видали мы Кощеев Так раз так Он все время Где чего Так сразу Душайся туда Он по-своему Несчастным Дурак Скольких Ведьмочек Пришипнул Двух молоденьких В соку Сам наутро Даже всхлипнул Жалко стало Дураку Но однако же Приблизился Дремотное Состояние Превозмог Своё Иван На полу Лежало Грубое животное Все головы Свои Спустившие Фонтан Тут Иван К нему сягает Рубит головы Спеша И к Косею Подбегает Кладенцом Своим маша И кричит он Старику Двухтысячелетнему Я, говорит Бороду тебе Мигом обстригу Так что Сгинь Умри Косея А тут в ответ ему Я бы рад Но я бессмертный Не могу А Иван Себя не помнит Ах ты Внушный Фабрикант Вон настроил Сколько комнат Девку спрятал Интриган Я закончу дело Взяв соцобязательство И от этих-то Неслыханных речей Умер сам Кощей Без всякого вмешательства Он неграмотный Отсталый Был Кощей А Иван От гнева красный Пнул Кощея Плюнул в пол И К по-своему Несчастной Бедной узнице Взошел Вот что Все-таки Раз я Про Высоцкого И Золотухина То я все-таки Золотухину Посвящу Обязательно Вот это стихотворение Вот в этот Какой-то кромешный Период Когда из-за двух Максимум трех Злодейски настроенных Совершенно Нехороших людей На Таганке Старшего Ну такого Средне старшего поколения Был обижен Юрий Любимов И не ушел Он не мог уйти Он и есть Таганка Но он наказал Этих людей Тем что Ушел И ставил спектакли В трех других театрах До самого конца О своей жизни А Валерий Золотухин Спасая театр По просьбе театра Сам мне говорил Что театр бы Расформировали А я думаю И надо было Так сделать Но он взялся На свою голову Был художественным Руководителем театра И за год Человек ответственный Замечательный Прекрасный актер Мастер Валерий Золотухин Привлек шестерых Шесть премьер было То есть актеров накормил И в эти же самые времена Попросил меня Вместе с Евгением Евтушенко Вернуться к старой Традиции Поставить спектакль И придумать композицию По стихам Евтушенко Я придумал Называется Нет лет Я слышал От двух людей В этом зале Что они видели Этот спектакль Это счастливый случай Я независимый человек Я не работаю давно В театре Но я увидел Чудесных Молодых Любимовцев И спектакль Очень радостно идет Второй год В Москве В Екатеринбурге В Оренбурге В Иркутске В Париже И в Сеуле Вот пока что Такой счет А На Грушинском фестивале Да Восемь тысяч В ночи Бардолюбивого населения Смотрели и радовались А Городницкий Дал высокую оценку На следующий день За завтраком Вот такая история И в этом спектакле Я там всплакнул Но от радости Потому что это красиво А пару раз подумал Тебя вообще посадить Должны были бы Это стихи Евтушенко Но это Апропо А сейчас Вот это Замечательное Стихотворение Посвященное Валерию У актеров На Таганке Есть особенность Осанки И особенность Судьбы Доказать Руси Европе Что театр наш Не холопий И актеры Не рабы Первые Не крепостные Из актеров Сов России Вы Любимого Птенцы Был театр Такого рода Как внутри тюрьмы Свобода Вы Таганская Порода Бунтари И сорванцы На дощатой Плахе Сцене Рвал Высоцкий Грудью Цепи И Лучился Заводной Легкий Звонкий Безнатуги Золотов Нет Золотухин Золотистый Золотой Спасибо Аплодисменты 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 Программа у меня На руинах Соцреализма Вот сейчас Я вам кое-что Расскажу И вы перестанете Его любить Соцреализм Не упорствуйте Вот есть Есть примеры Абсолютного Соцреализма Это конечно Вымышленный Термин Потому что Если есть Соцреализм Должен быть Каб Реализм Фиот И Раб Рабовлад Ну Так что Его нет Но Когда Ушел из жизни Маяковский И ушел из жизни Горький То обоих назвали Радоначальниками Жанра Потому что они не могли Ничего сказать против Но это не важно Во всяком случае Это была Секретарская Литература И как говорил Георгий Владимиров Увы покойный Было Две литературы И Старший Помнит Что такое Самый сдат Или как Самый сдат Это Тоже в спектакле Нет лет я рассказываю Что Николай Глазков Николай Иванович Был один из самых Любимых поэтов Если кто не читал Возьмите Почитайте Абсолютный поэт Ну и Дебошир Вот Он летает В Андрея Руплёв В самом начале Кричит Летю Мужик такой Дивный поэт Его знаменитая Я на мир взираю Из-под столика Век двадцатый Век необычайный Чем столетие Интереснее Для историка Тем Для современника Печальней Ну и все И гораздо более Легкомысленные звучат Стихи А здесь Я имел в виду Что он С самого Школьного возраста Писал стихи В стол Понимая Что их никто не напечатает И сам придумал Этот термин Сам себя издат Или сам издат Вот это было время Сам издата И параллельно было время Секретарской литературы Как ее потом назвали Вот Она очень разная Например Игорь Кобзев Был такой Притчевоязычный Товарищ Он написал Давиду Бурляку Создателю футуризма Вы знаете Другу Маяковского Тот уехал в Америку И очень хорошо там Работал Даже приехал Однажды В Россию Поверивший Хрущеву Ну В оттепельное время А Кобзев Написал Вот это манера Правильного Социализма Давид Бурлюк Большой поэт И художник Уехал В Америку И вот ему В догонку У вас есть Собственный журнал Вы видный Бизнесмен Деляга А все же Мне вас очень жаль Бродвейский Ковестный Бродяга И что тут Скверную игру Скрывать Под благородной Миной Не сладок Мед В чужом перу Нет славы Вне отчизны Милый В этом зале Понимают О чем Есть дивный Опять Питер Медьки Я очень люблю Вот этот вот Издевательский И очень искренний Тон Тихий ход У парохода Опускайте Игоря До свидания Свобода Здравствуй Родина Моя Это привет Социальные А если хотите Совсем Классика Это очень знаменитый Поэт Секретарь Союза Лауреат Сталин Ну вы знаете его Батежаргал Гарможапов Я Это серьезное Имя и фамилия Я связной Меж будущим И прошлым И от внука К сыну Передам Жизнь Не только Праздничная Площадь Где легко И сердцу И ногам Жизнь Не только Песни И конфеты Каждый день Опасности Таит Наша Беспокойная Планета На мужском Достоинстве Стоит Замечательный Замечательный Человек Степан Щипачев Но все равно Но все равно Хотя его поэты Защищают Но я обожаю Всековарение Любовью дорожить Умейте Сгадаю Дорожить Вполне Любовь Это просто Жуть Какая Какая прелесть А сейчас Хотите Я вам За Маяковского Заступлюсь Вот насчет того Что он Лидер Соцреализма Есть Серьезное Подозрение А у меня Даже уверенность Что все Свои Хрестоматийно Поучительные Совстихи Он писал С тем чувством Юмора Которого У него Было На десятерых Вот вам Первое Мы были В Екатеринбурге С моей Галочкой И видели Человека Который Показал нам Дом И квартиру Она уже Обновленная Если знаете Стихи Маяковского Рассказ О вселении В квартиру Литейщика Ивана Козырева Мы Это все Читали И все Это Прославляло Чего-то В воспоминаниях Юрия Аненкова По поводу Этого Стихотворения Написано Что Маяковский Подлизывался Этим Стихотворением Вынужден был Обслуживать Это поганое Государство Чтобы Оставаться На самом деле Конечно Там есть Веселое Лукавство Это было Прозрачно Для умных Людей Про что Там Говорится Ван Аненков Написал Он там Восхваляет Ванну Ванна была Во всем Советском Совете Только у Оренбурга Я пролетарий Объясняться Лишнее Жил Как мать Произвела Родив И вот Мне Квартиру Дает Жилищный Мой Рабочий Кооператив Во Ширина Высота Во Проветрено Освещено Согрета Сколько положительных факторов Все хорошо Но больше всего Мне понравилось Это Это Белее лунного света Удобнее чем Земля обетованная И это Да что говорить об этом Это Ванная Вода в кране Холодная крайне Кран другой Не тронешь рукой На кране одном написано Гор Холодной водой Горячий Под Пор На кране одном написано Холодно На кране другом Гор Придешь усталый Вешаться хочется Нищи не радуют Ни чая клокотания А чайкой поплещешься И мертвый Расхохочется От этого Плещущего Щекотания Он остается футуристом Даже в этом Как будто пришел К социализму В гости От удовольствия Захватывает дых Брюки на крюк Блузы на гостик Мыло в руки Бултых Сядешь и моешься Долго-долго Словом Сидишь Пока охота Словно В комнате Лето И Волга Только Нет Рыб И пароходов Хоть грязь Самая главная Сейчас строчка идет Хоть грязь На тебе Десятилетнего Стажа С тебя Корою С дерева Чуть не Лыком Сходит сажа Смывается С дерева Уж Распаришься Разжаришься Уж Тут вертай Ручки И капли Прохладный Дождик Душ Из дырчатой Железной Тучки Воду Стираешь С мокрого Тельца Полотенцем Как зверь Мохнатым Чтоб сушепятком Полстелется Извиняюсь За выражение Пробковым Матом Себя Разглядевши В зеркало Вправленное В рубаху В чистую Власть Влажу И думаю Очень правильная Это наша Советская Власть Это еще Цветочки А вот Есть стихи О советском Паспорте Если Хватит Времени Я Прочитаю Любимые Две страницы Из Самоубийцы Эрдмана Николай Робертович Без которого Не было бы Такой Таганки Великий Русский Великий Русский Драматург И поэт Для любителей Этнических Забав Как и Шнитке Был Наполовину Немец Наполовину Еврей И все-таки Правильно Великий Русский Поэт Которому Есенин Его первый Шеф Что он Смолоду Был Имажинистом Эрдман Сказал Своим Шершеневичем Дескать Николаша То есть Эрдман Помяните Мое слово Будет Великим Советским Писателем Надеждой Русской Литературы На что Эрдман Отозвался По-Эрдмански Значит так Выводит Человек И говорит Познакомьтесь Со мной Я Великий Советский Писатель Надежда Русской Литературы У него Спрашивают А что вы Написали Великий Писатель Странный Вопрос Я ничего Еще не Написал А почему Надежда Литературы Вот по этому Самому А когда Я напишу Надеяться Будет Недушно Это Эрдман Это Снайпер Это Великий Русский Язык Выше Не бывает Не мои слова Это Маяковский Это Станиславский Это Горький Это Зощенко Михаил Булгаков В общем Нам повезло В 64 Году Михаил Читал Нам Пьесу Самоубийца Об этом Чуть позже А пока Что О А пока Что О Стихах О Советском Паспорте Когда Мы Пробивали Мы Любимов Пробивал Право Ставить О Маяковском Послушайте У него Пришла Идея Замечательная Пойти Прямо В логово Врага И мы Поехали К начальнику Управления Культуры Которого Любимов Из всех Остальных Почитал Это Борис Борис Родионов Начальник Пороления Культуры На Неклинке Любимов Говорил Он все-таки Человекообразен Он Шах В этой И Родионову Понравилось Что Любимов По телефону Сказал Я хочу Что Мой Артист Придумал Это Уже Хоть совет Принял Можно Мы вам читаем Этот Обрадовался Как Маяковский Не знали Что Потом Им придется Запрещать Спектакль Каждый год Но За него Заступались Слава Богу Он выжил Спектакль Вот мы Приехали Я читал Любимов Нажимал Мне Под столом На ногу Как только Я уходил В Мерехленде Читал Печальные Стихи Маяковского Я тут же Начинал Их читать Патетически И вот Когда Закончил Чтение То Родионов Могучий Мужик Глядя В окно В ЦУМ Прямо Говорил Да Маяковский Мощь Жаль Мои Любимые Не вставили Было понятно Что не вставили Любимых Говорит Вставим Он вставит Если он не вставит И И тот Не слушая Любимого Уверенный Что тот Вставит Сам Для себя Читайте Завидуйте Я Гражданин Обожаю Своими ушами Слышал Вот Такой Социализм А вот Что такое На самом деле Маяковский На следующий день После чтения Я был На даче В Пахре В писательском поселке У Николая Роберча Эрдмана И На его вопрос Как вчера было Рассказал про это все И про Родионов На что Николай Роберч В своей манере Отозвался Странная история Что это стихотворение Так много читают Вы же понимаете Тогда паспортов-то не было Маяковский Добился Заграничного Паспорта Ну и получается Читайте Завидуйте А я От вас того А теперь Само стихотворение Вслушаемся В голос Юмора Я волком бы выгрыз Бюрократизм Это уже не очень 28-й год К мандатам Слово не очень Почтения нету А это вообще Первая пьеса Эрдмана Называлась Мандат Мандат Это был Это было святое слово Мандат партийца К мандатам Почтения нету К любым чертям С матерями Катись Любая бумажка Но эту Дальше идет кино По длинному фронту Купе и кают Чиновник Учтивый Движется Западные дела Сдают паспорта И я сдаю Мою Пурпурную Книжицу К одним паспортам Улыбка у рта К другим Отношение Плевое С почтением Беру Например паспорта С двуспальным Английским Левою Глазами Доброго Дядю Выев Господи Как любили Америку Всегда в России Не переставая Кланяться Берут Как будто Берут чаевые Паспорт Американца На польские Глядят Как в афишу Коза На польские Выпяливают Глаза В тугой Полицейской Слоновости Откуда Молы Что это За Географические Новости Между прочим Стихи Замечательные Строчки Есть Но ради Чего Ради Вот чего И не повернув Головы Качан И чувств Никаких Неизведов Берут Не моргнув Паспорта Датчан И разных Прочих Шведов И вдруг Как будто Ожогом рот Скривила Господину Вот дальше Накачивает Детективом Простенькую мысль В общем Насчет Красного цвета Это господин Чиновник Берет Мою Краснорожью Краснокоженую Паспортину Берет Как бомбу Берет Как ежа Как бритву Обоюдоострую Кто так умеет Жандарм Вопросительно Смотрит На сыщика Сыщик На жандарма И дальше Честное признание В том Что Не посмеяться Здесь нельзя С каким Наслаждением Жандармскую Касты Я был бы Исхлестан И распят За то Что в руках У меня Молоткастый Серпастый Советский Паспорт Я волком Бы выиграл Бюрократизм Повторяет То, что нельзя Говорить К мандатам Повторяет Почтения Нету К любым Чертям С матерями Катись Любая бумажка Это он так Подготовил К самому Неприличному Месту Но эту Многоточие Я достаю Из широких Штанин Дубликатом Бесценного Груза Можно дальше Считайте Завидуйте Я гражданин Ну вот Это Погад Дмитрий Александрович Пригов Это я буду Стою Я читал его Вам в прошлый раз Но пока Вы не выучите Наизусть Я буду повторять Да Потому что В продолжении Разговора О Бессмертном Безобразии Издевательства Над русской Литературой Который был Социализмом И над Человеком Россией Дмитрий Александрович Придов Наверное Изящнее Никто Не подвергал Ядовитой Пародии Или просто Нежным Издевательством Над всем Что есть Советская Так называемая Литература Секретарская Опять Вот придет Водопроводчик И испортит Унитаз Газовщик Испортит Газ Электричество Электрое Запалит Пожар Пожарник Подлость Сделает Курьер Но Придет Милиционер Скажет им Не баловаться Когда Когда здесь На посту Стоит Милиционер Ему от внукова Простор весь Открывается На запад и восток Глядит Милиционер И пустота За ними Открывается И центр Где стоит Милиционер Взгляд на него Отсюду Открывается Отсюду Милиционер С востока Милиционер И с юга Милиционер И с неба Милиционер Из подзем Да он и не скрывается Хватит Примет Выходит Слесарь В зимний двор Глядит Новый президент Соединенных Штатов Поверх А нам-то что Ну президент Ну Соединенных Штатов А интересно Все же Президент Соединенных Штатов Вдали Афганистан многострадальный Вблизи многострадальный мой народ От одного многострадального к другому Летит в виде подарка самолет А в самолете воинские части А в воинских частях сидит народ Народ, ведь он всегда ленив отчасти Не повезут, так сам не побежит Какой замечательный зритель, как мне приятно Ведь бывают зрители, которые всерьез это слушают Потому что они пропитанные А вы хорошо воспитаны Пример дальше Внимательно слушайте, пожалуйста Шостакович наш Максим Убежал в страну Германию Господи, ну что за мания Убегать не к нам, а к ним И тем более в Германию Ведь подумайте, если правильно То симфония отца Ленинградской Направлена против сына подлеца Теперь выходит что? Ну все-таки еще про милиционер Вот спит в метро милиционер И будто бы совсем отсутствует Но что-то в нем незримо бодрствует То, что в нем есть милиционер И слово тут не пророня Все понимают, что так надо Проспит милиционер Так надо То форма бодрствования И я такая Течет красавица Ака Среди красавицы Калуги Народ красавец Ноги-руки Под солнцем моют здесь с утра В нем на работу он уходит К красавцу черному станку А вечером опять приходит Жить на красавицу Аку И в этом есть, быть может, кстати Та красота, что через год Ну через два Но в результате Всю землю красотой спасет Урожай повысился Больше будет хлеба Больше будет времени Размышлять про небо Больше будет времени Размышлять про небо Урожай понизится Меньше будет хлеба Когда безумные евреи Россию родиной зовут И лучше русского умеют Там, где их вовсе не зовут А где зовут И там умеют А там, где сами позовут Она встает во всей красе Россия родиной евреи Это как будто было все время холодно И вдруг солнце Как бы завизжали Справедливый виск Да удовольствие Ну тогда еще про евреев Последний раз Еврей тем и интересен Что не совсем русский А китаец тем не интересен Что совсем не русский А русский Не то чтобы не интересен А просто некая точка отсчета Тех, кто интересен Женщина в метро Меня легнула Столкаться там куда не шло Здесь же она явно перегнула Палку и все дело перешло В ранг не нужно личных отношений Я естественно в ответ легнул Но и тут же попросил прощения Просто я как личность выше был Ну и буду завершать эту страничку Не надо Я могу повторить сначала Бог меня немножечко осудит А потом немножечко простит Прямо из Москвы меня отсюда Он к себе на небо пригласит Строгий, бородатый и усатый Грозно глянет он из-под бровей Неужели сам все написал-то Что-то, что-то с помощью твоей Ну то-то же Американцы в космос запустили Сверхновый свой космический корабль Чтобы оттуда уже с места Бога Нас изничтожить лазером Вобля Ну хорошо там шашка или в упор Из-под земли, из-под воды, из танка Но с космоса, где только Бог и звезды Ну просто ничего святого нет Вобля Опасность есть в том идеологическая Фашист в кино, злодей и супостат Зато одет красиво так немыслимо А наш герой-мученик-солдат Одет так безутешно некрасиво А красота великая есть сила Коль с этой точки зрения посмотреть Их надо бы переодеть Отсюда Ну все, чем больше родину мы любим Тем меньше нравимся мы ей Так я решил в один из дней И до сих пор не передумал Избранное избранным Любовь, поэзия, музыка, слово и свобода Вот это все можно найти в поэзии, в музыке, слово Николая Эрдмана Мандат в 25-м году у Мирхольда Небывалый успех И чудовищные поклепы критики А может быть не поклепы, правильно Что это страшное Забыл это слово Издевательство над советской властью Вот, но спектакль шел Потом, сами знаете, чем кончилось Театр Мирхольда А вторая пьеса «Самоубийца» Как никакая другая Была желанна во всех театрах Было время, когда поставленное в одном театре, у Таирова, скажем Не могло повторяться, скажем, у Вахтанговцев или у Мирхольда И только одна пьеса «Самоубийца» Был спрос на нее почти у всех театров Никому не разрешили, но и не посадили Эрдмана Посадили его за басни Которую он писал вместе с Владимиром Масцем Вольпин Не надо толковать Вольпин, это уже на фронте Владимир Захарович Масц и Николай Робертович Эрдман Авторы «Веселых ребят» И, как рассказывал мне лично Леонид Ощутесов Был день, когда в разгаре съемок «Веселых ребят» в Гаграх Их вчерашний друг, начальник ГПУ Пришел и спросил у Утесова «Коля где? Коля где?» Он сказал «Коля нет, есть масса, масса не надо, Коля где?» И взяли Эрдмана И он был арестован А на следующий день этот же человек, как рассказывал Утесов Пришел и сказал «А теперь давай масса» И масса посадили Но за Владимир Захарович заступился театр Вактангова А Эрдман оказался в Енисейске И оттуда писал маме письма, подписываясь «Твой мамин сибиряк» Юмора невероятного человека И говорил очень редко Но зато, когда он слушал вас, вы становились очень талантливыми Это совершенно божественное свойство этого необыкновенного человека И говорил он вот таким странным образом Вроде бы заикался, но от этого звуки были слышнее, чем если бы он не заикался Каждый звук Так говорят поэты Да И ключ к воссозданию самоубийцы может быть только поэтический, потому что он так читал Говорят, так читал Гоголь, что поставить ревизора к он гениально чтению автора невозможно Ну а Станиславский написал в письме Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко Вчера был у меня Николай Робертович, читал пьесу самоубийца, я три раза просил сделать перерыв, чтобы не умереть от смеха Потом попросил, и Эрдман прочитал это в тридцать первом году тем великим мхатовцам А ровно через тридцать три года Эрдман читал по просьбе любимого нам И было так же, как когда-то Он ни разу не улыбнулся, он не взглянул ни разу в текст Так был каждый звук, каждая строчка важна для него Читал, а мы рыдали от хохота Вот, но читал как белый стих Ну, каждая фраза его так или иначе поэтическая Ну, возьмите вот это, вы даже не поймете, о чем речь, наверное Ну, можно догадаетесь Такая великая страна, и вдруг революция Прямо неловко перед другими державами Полковник был близорук, и поэтому часто принимал себя за генерала Все, значит, я вам прочитаю первые две странички Примерно так, как я это слышу Рядом сидели Высоцкий, Золотухин, Фоменко Пятнаумчин Он был тогда режиссером, но тогда Ну, и весь наш колефтив, как Высоцкий говорил Весь наш советский колефтив Самоубийца, комедия, действие первое Комната в квартире Семена Подсекальникова На двуспальной кровати спят супруги Подсекальниковы Семен Семенович и Мария Лукьяновна Ночь Семен Семенович Маша, а Маша, Маша, ты спишь? Маша, аааа, что ты, что ты? Это я, что тебе, Семен, Маша? Я хотел у тебя спросить Маша, ты опять спишь? Маша, ааа, что ты, что ты? Это я, это ты, Семен? Ну да, я, что тебе, Семен, Маша? Я хотел у тебя спросить Что у нас от обеда? Ливерной колбасы не осталось? Чего? Я говорю, что у нас от обеда Ливерной колбасы не осталось? Ну знаешь, Семен, я всего от тебя ожидала Но чтобы ты ночью с измученной женщиной О ливерной колбасе разговаривала Этого я от тебя ожидать не могла Это такая нечуткость Такая нечуткость Целые дни я как лошадь Какая-нибудь или буровей работаю Вместо того, чтобы мне ночью Дать хоть минуту спокойствия Ты мне даже в кровати Такую нервную жизнь устраиваешь Неужели ты, Сеня, не понимаешь? Если ты сам не спишь То ты дай хоть другому Выспаться, Семен, я тебе говорю или нет? Ты заснул что ли? Семен, аааа Что ты, что ты? Это я Это ты, Маша Ну да, я Что тебе, Маша? Я говорю, если ты сам не спишь Ну как все три часа? Ну ты дай хоть другому выспаться Погоди, Маша Нет уж ты, погоди Почему же ты в нужный момент Не накушался? Кажется, мы тебе с мамочкой Все специально, что ты обожаешь, готовим Кажется, мы тебе с мамочкой Больше чем всем накладываем А зачем же вы с вашей мамочкой Мне больше чем всем накладываете? Это вы не за таром мне накладываете Это вы с психологией мне накладываете Это вы подчеркнуть перед всеми желаете Что вот, мол, Семен Семенович Нигде у нас не работает А мы ему больше чем всем накладываем Это я понял, зачем вы накладываете Это вы в унизительном смысле накладываете Это вы, погоди, Сеня Нет уж ты, погоди А когда я с тобой на супружеском ложе Голодаю всю ночь Безо всяких свидетелей Дед, отец под одним одеялом Ты на мне колбасу начинаешь выгадывать Разве я выгадываюсь, Сенечка? Сейчас я тебе принесу И уходит в кухню Возвращается в одной руке свеча В другой тарелке В тарелке колбаса и хлеб Тебе, Сенечка, как колбасу намазывать? На черный или на белый? Цвет для меня Никакого значения Не имею Потому что я есть не буду Это еще почему? Потому что я знаю, как ты ее хочешь намазать Ты ее со вступительным словом хочешь намазать Ты сперва всю душу мою на такое дерьмо израсходуешь А потом уже станешь намазать Ну, знаешь, Семен, знаю Ложись Чего? Ложись, я тебе говорю Вот намажу И лягу Кто из нас муж, наконец? Ты или я? Ты ведь что же, Мария, думаешь? Если я человек без жалования То меня на всякий манер регулировать может Вот смотри, до чего ты меня довела Садится на кровати Сбрасывает одеяло Кладет ногу на ногу Ударяет ребром ладони Под колено подбрасывает Ногу вверх Видела? Что это, Семен? Нервный симптом Так, Семен, жить нельзя Так, Семен, фокусы в цирке показывает Можно А жить так нельзя Как так нельзя? Что ж мне подыхать, по-твоему? Подыхать, да Ты мне прямо, Мария, скажи Ты чего домогаешься? Ты последнего вздоха моего Домогаешься и доможешься Только я тебе в тесном Семейном кругу говорю Мария, ты сволочь Вот, сволочь ты, сукина, дочь Черт! Спасибо! Вот вы свою хлопательную энергию растратили Напрягала И сейчас еле-еле Я даже если бы ушел У вас же сил же больше Поэтому я, чтобы они угасли Мне надо Тогда я не буду АПЛОДИСМЕНТЫ Вот чтобы это угасло Я тогда Прочитаю С благодарностью Большой благодарностью К вам Вот Со смыслом Обращаясь к самому началу Любовь Музыка Слова Свобода Юлий Ким Ну, ребята Все, ребята Ходу нету нам назад Оборвались и канаты Тормоза не тормозят Вышла фига из кармана Сразу рухнули мосты А в условиях океана Негде прятаться в кусты И дрожу я мелкой мышью За себя и за семью Ой, что вижу Ой, что слышу Ой, что сам-то говорю Как намедни на собрании Что я брякнул Не вернешь Вот что значит воздержанье Вот что значит не втерпешь Но я чую, как в сторонке Востроглазые кроты Знай, фиксируют на пленке Наши речи и черты Зубы точат, перья тупят Шьют дела и часа ждут И уж если он наступит Они сразу к нам придут И прижучат, и прищучат И ногами застучат Отовсюду поисключат И повсюду заключат Встанешь с видом молодецким Обличишь неправый суд И поедешь со Жванецким Отбывать чего дадут Ибо все же не захочешь Плохо выглядеть в глазах Так что полностью схлопочешь Так что, братцы, дело швах Так что, хлопцы, нам обратно Ветер ходу не дает Остается нам, ребята, Только двигаться вперед Ким А это Булат Шалович Акуджава На фоне Пушкина снимается семейство Как обаятельны для тех, кто понимает Все наши глупости и мелкие злодейства На фоне Пушкина и птичка вылетает Мы будем счастливы Благодарение снимку Пусть жизнь короткая Проносится и тает На веки вечные Вы все теперь в обнимку На фоне Пушкина и птичка Дайте свет, пожалуйста Я вам очень благодарен Я еще не обождаю Я обещал Я обещал Спасибо Слишком зычнево Кричите Можно же потихоньку Повторите то, что вы сказали Спокойно Ну скажите Ну озвучите Ну что жалко Спасибо Вот это наше с вами общее Так получилось в жизни, что действительно Юра был в костях у Межерова Вот война и мир Межерова Стать должна подруга кроткого Адама А дальше Боже Стыд и срам В грехе покаяться не смея На Еву валит грех Адам А та слагает грех на змея Я не желаю знать добро И зло от коек все недуги Верни мне Бог Мое репро Мы обойдемся без подруги А теперь А теперь правда С большим Спасибо С восторгом От того Каковы здесь Дела И как будет хорошо Завтра и послезавтра А мне завтра Играть спектакль Нет лет И репетировать У Аскара Уальда Соломею днем В 4 утра Прилечу от вас И как в детстве Все будет в порядке Я не жалуюсь Я признаюсь вам в любви И этим стихотворением В том числе Наполним музыкой сердца Устроим праздники И сбудем Своих мучителей Забудем Вот сквер Пройдемся ж до конца Найдем любимейшую дверь За ней ряд кресел Золоченых Куда С восторгом увлеченных Внесем мы тихий Груз своих потерь Какая музыка была Какая музыка звучала Она совсем не поучала А лишь тихонечко звала Звала добро считать добром И хлеб считать благодеянием Страдание вылечить страданием А душу греть Вино или огнем И светил полуночный зал Нас гений издали приметил И разглядев кивком отметил И даль иную указал Там было очень хорошо И все вселяло там надежды Что сменит жизнь Свои одежды Ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля 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 Ля-ля-ля-ля Наполним музыкой сердца Спасибо 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 Спасибо